На Титов-арене больше сотни человек. Взрослые, дети, начинающие профессионалы, желающих растопить ночной лед, да еще и бесплатно, оказалось слишком много. Десятки человек за бортом ждут своей очереди. Я, как и любой другой житель Партаулла, пришла на ночные покатушки, на коньках, но меня и у больших других людей элементарно не пускают. Да вы знаете, если честно, я даже не смогла попасть, в принципе, на лед, потому что там огромная очередь. Я вот их надела, походила просто по лестницам, и на этом все. Я поняла, что я не смогу пройти, потому что меня не пускают. Почему не пускаете людей на лед? С горем пополам нам поясняют, существуют ограничения. Людей на льду не должно быть много, это травмоопасно. Это последние кадры, которые успела снять Людмила Свиридова на льду. Девушка не думала, что бесплатное катание закончится ушибом. Очень много народу, у меня даже парень спил, я упала, сильно ударила руку. Народ едет, сбивает, некоторые едут задом, не смотрят, куда едут вообще. Лучше платно, но поменьше народу, чем вот так вот. Стоишь долго, не пускают. Небезопасно на льду, небезопасно и в очереди. В масках единицы, а социальной дистанции не может быть и речи. Посмотрели, что есть все без маски. Это что значит ограничение безопасности? Спортом в маске нельзя заниматься, это сбивает дыхание. А, то есть одессы спортом занимаются? Человек, я бы сказала, 50. Стоят и спортом занимаются. Покажите человека без маски. Посмотрите, внимательно, вот девушка стоит, это только на кого я обратила внимание. Она нарушает. Сколько людей без маски? Ребенок вас был, вы без маски, не боитесь? Нет, не боюсь, маска есть. Я думаю, больные люди сюда не поедут. Все, кто занимается спортом, ведут активного проживания. Вирус победим. Бесплатный каток работал воскресной ночью и в Карандин арене. Там очередь занимали с улицы. К слову, министр спорта Алексей Перфилев тоже хотел прокатиться, но стоять в очереди не стал. Если мы будем делать это регулярно, то, наверное, собственно говоря, каждый сможет распланировать. Нам важно было попробовать. Были сомнения, а будет ли это востребовано. Поэтому, ну, повторюсь, как бы хочется посмотреть. И хорошо, что очередь. Если будем делать чаще, значит не будет очень денег. По этой логике нужно чаще бесплатно приглашать людей в Барнаульский зоопарк. Это вчерашние кадры, здесь яблоку негде упасть. Дистанции нет, масок тоже. Уже между тем, в феврале-марте Минздрав прогнозирует очередной всплеск заболевших. И подобные массовые мероприятия явно не улучшат эпидобстановку в городе. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Вот даже.